привет сегодня хочу показать вам нож я впервые держу в руках нож такой фирмы ну точнее нож у меня какое-то время может быть в районе месяца уже но я так скажем впервые делаю обзор на нож данной фирмы поэтому в двух словах сначала про саму фирму но потом собственно про нож эти большое спасибо юрию который предоставил мне его на обзор значит нож компании fox компания fox была основана в 1977 году и берет свое название от инициалов от орнесто фрати инициалы соответственно и в италии нож делается итальянская фирма значит название предатор 2 предатор переводится как хищник собственно одно из подразделений данной компании это выпуск ножей для армии и для полиции это как раз нож насколько я понимаю из такой серии у него есть особые отличительные свои черты в первую очередь это его рукоять в отличие от так скажем обычной гражданской версии накладки рукояти выполнены из анодированного алюминия в обычной версии там либо пластик либо g10 ставится хотя бывают версии данного ножа еще и полностью автоматические с кнопочным открытием бывают без сериатором то есть у меня здесь полу сериаторный клинок бывает полностью плейновый самок везде лайнер лог есть еще дополнительные такие вот замыкающие механизмы которые препятствуют отгибанию лайнер локом но на данной модели таких механизмов нет значит клипса у данного ножа двухпозиционный оставится для левши для правши кончиком вверх тип up и собственно хоть она и глубокой посадки но полностью нож не скрывает значит давайте посмотрим что здесь написано здесь идет индекс клиночка непосредственно italy то есть производитель и n690 со это марка стали которая используется на данном ноже шпенек двухпозиционный покрытие клинка это тефлон обуху 33 миллиметра ровно собственно сведение ножа плейновой части где-то в районе 0 5 миллиметров это в принципе вполне неплохой такой вот результат есть определенная фальш лезвие неплохой дизайн на мой взгляд вы знаете нож отлично ложится в руку каких-то проблем несмотря на кажущуюся простоту рукояти не при диагональном хвате не при прямом не при малоточном я не вижу и обратный хват все вполне удобно ничего не мешает ничего не нами нает на мой взгляд рукоять сделана вполне себе хорошо тому же ко всему в эти гражданские версии если их немножко пошатать то рукоять несколько играет хоть и присутствуют там лайнеры из нержавеющего металла также покрытие тефлона но все-таки рукоять играет немножко болтается что не очень хорошо для вот такой версии за нодированного алюминия накладок собственно таких проблем нет люфт практически полностью отсутствует а ход клинка вполне и плавный тому же ко всему необычный дизайн ножа действительно такой в стиле милитари хоть и называется он хищник напоминает скорее гранату f1 у меня есть вот такая вот модель масса габаритная мне кажется что очень очень схожи по как-то вот крайне мере ассоциативная связь какая-то такая присутствует если сравнить его габариты со спайдерка милитари то спайдерка милитари будет немножко побольше но все-таки это вполне такой себе полноценный нож которым можно полноценно работать длина здесь в районе 209 миллиметров общая длина в районе 90 миллиметров длина клинка и где-то в районе 85 длина режущей кромки собственно нож ну не скажу что он тяжелый но увесистый для своих габаритов хотя это нормально потому как опять-таки рукоять у него достаточно такая прочная алюминий 153 у меня сейчас получилось грамма но это вполне такой приемлемый вес в принципе носить такой нож на кармане реально зато есть определенная прочность конструкции есть также спейсер мне сдается такое впечатление что он все-таки сделан тоже из алюминия более по крайней мере на это похоже в целом нож мне понравился очень даже ничего конечно же средненькая такая геометрия в плане реза все так очень средненько и касательно стали тоже ничего выдающегося но с другой стороны нож очень даже добротный необычный и вполне интересный у меня сложилось положительное впечатление о фирме fox об этой компании ну и непосредственно данной модели ножа то есть я с удовольствием поносил его немножко на кармане впечатления какие-то без замечаний надеюсь вам было интересно пока